Топор Беру фабричный топор голову Который мне более-менее подходит И переделываю его Под свои задачи, под свое видение Так как я это вижу В данном случае этот топор я нашел На приемке, он был подубитый Без топорища, чистая голова Я просто убрал все лишнее Отпустил его Немножко переделал здесь проушину Но не до конца получилось Потом расскажу Заново закалил И сделал к нему топорище При изготовлении этого топора Я ориентировался на этот топор Все вы знаете Это Х-10 В частности по габаритам Но немножко я не попал по длине То есть при насаживании Немножко лишнего снял С топорища и голова села чуть дальше Чем я планировал Поэтому он получился более сбитый Значит сталь здесь предположительно Марку я не знаю Содержание углерода где-то 0,5% И я закалил его где-то на 52 единицы Для сравнения То есть здесь Мы знаем, что здесь 53 единицы Это производитель говорит Здесь получилось 52 То есть я сравнивал Они вот чуть-чуть Вот он чуть-чуть мягче Чем вот этот Ну я думаю, что 52 единицы есть Но я короче им уже порубил Поработал Он нормально рубит Нормально работает Значит заточка здесь Легкая-легкая линза То есть я не делал плотницкий топор С прямыми спусками Ну это как бы Не делал валочные топоры Сделал что-то такое небольшое Ну универсальное Так как я это вижу Вот Ну и соответственно Ясень я подбирал Таким образом Чтобы это было Ну прям вот Из одного Из одного куска банально То есть это из одной доски было вырезано Чтобы вообще никак Ничем не отличалось Что тут не совсем получилось Так как топор я этот не ковал Ну у меня нет возможности ковать Друзья Это слишком сложно Поэтому пока довольствуемся Вот так вот Только такими переделанными Переделанными топорами Значит у него Вот здесь в этом месте Проушина Шире Чем вот здесь Хотя мне кажется Надо было бы сделать наоборот То есть чтобы Проушина была шире Со стороны расклинивания Тогда Голова села бы При забивании клинив Голова села бы более плотно Вот я конечно Голову отпустил Немножко там Расшорошил отверстие Чуть-чуть Сделал его шире С этой стороны Но с этой стороны Уже шире сделать не получилось Потому что здесь Слишком Слишком тонкий уже металл Я побоялся Вот поэтому Только вот за счет этого Ну и за счет более плотной посадки Еще чуть клея туда попало Я сажал на эпоксидку Три клина Клини из абрикоса Почему абрикос? Ну не знаю Короче Просто этот ясень Это самое твердое Наверное дерево Которое у меня есть Поэтому С ним только Наверное абрикос равнится Поэтому я и взял абрикос Но я и думал Что он будет Более такой яркий А он что-то оказался Его почти не видно тут Ну да ладно Вот Так не помню говорил Заточил в легкую линзу Уже поработал Им рубит он нормально Все отлично Значит и к нему сделал нужный Вот такой простой чехол Он с виду простой Но он не совсем простой То есть Видите да Здесь Вставка она шире Потому что здесь Повторяет геометрию топора Это первое На что можно обратить внимание Их лястик имеет вот такие вот Вот здесь вот канавки пропилы Чтобы по этим канавкам Лучше сгибалось Потому что кожа очень толстая Три с половиной Она бы так Вот так вот торчала бы Таким ухом большим А так она плотнее Плотнее прилегает И обтягивает топор Кабурная кнопка Достаточно толстая Массивная Вот Здесь она с этой стороны спрятана Ответная часть Чтобы не царапать ничего Ну и Топор Одевается топор Уверена Даже двумя руками Приходится Вот сидит как плитой Ну и Нож Такой нож Такого типа ножей Вы уже видели Много раз Ничего тут Не убавить Не добавить В этот раз Все четко вышло Придраться особо Не лезь на ни к чему Клинок здесь Спуски сделал повыше Кванин и поменьше Широкий Х12М На клинке Или МФ Я уже что-то не помню Ну а Стали не суть Они Близнецы-братья Больстер Латунь Ну и есть Немного по характеристикам Вес топора Общий Где-то Килограмм 150 грамм Длина топорища 43 миллиметра А хотел я сделать Короче В районе 50 Значит Вес головы Где-то 900 грамм Длина Режущей кромки Ну где-то В районе Я точно не мерил Но здесь Наверное Миллиметров 100 Так Длина клинка Здесь 125 Ширина 32 Толщина в обухе 4 миллиметра Сведен он Прям Ну вот В 0,1 Наверное Ну то есть Вообще в 0 Я просто подвод сделал Длина рукояти 115 Широкая рукоять Такая ухватистая Стали Такие Песочные часы Приятно Нож в ножнах Фиксируется Очень хорошо С таким натягом Но И достаются Нормально Ну здесь Вы уже видели Двумя руками Надо Туго Опа Короче Вот такой комплект Продаваться Соответственно Тоже будет комплектом Кому надо Все контакты В описании Все Всем удачи Всем пока